Добрый вечер, всем здравствуйте! Меня зовут Константин Олейников, мне 33 года, и я отец троих детей. Если быть точнее, я отец троих дочерей. Это больший респект, я считаю. Друзья, поднимите руки в зале те, у кого есть маленькие дети. Поднимите руки, коллеги, поднимите руки те, у кого нет маленьких детей. Приветствую вас, свободные люди. Люди, которые могут ходить куда угодно, когда угодно и возвращаться во сколько угодно. Вы знаете, быть отцом троих детей, это чем-то похоже на то, чтобы быть владельцем Феррари. Это также интересно. Это тебе кто-то завидует, возможно. Но самое главное, друзья, это также дорого. Я даже уверен, что быть владельцем Феррари немножко дешевле. Ну что там уверен, я посчитал. За все те годы, все те деньги, которые были потрачены на памперсы для моих детей, я, ну не Феррари, но я могу купить Порш. Друзья, выражение «просрал Порш» прямо про меня. Вы знаете, когда у тебя появляются дети, немножко меняется система, потому как ты оцениваешь этот мир, твои отношения к вещам. Многие думают, что вытащить из пасти голодного льва кусок мяса, это очень страшно и очень сложно. Попробуйте отнять у своего ребенка айпад. Просто рискните. По сравнению с вашим ребенком, лев убьет вас гораздо быстрее и гораздо более гуманным способом. Он просто опустит вам голову, а не будет пять дней ее взрывать. Понимаете, к чему я это говорю? Представьте, что вы позвали своих друзей домой, накрыли, наготовили много вкусных вещей, накрыли стол. Друзья решили сделать вам приятное, скинулись и купили вам в подарок айпад. Друзья, знаете, на этот день рождения в подарок вы получили ни хрена. В этот момент нужно очень быстро убирать все те вкусные вещи, которые ты приготовил для своих гостей. Выставлять на стол печеньки, кашку и молочко. Потому что раз уж ваши гости подарили подарок вашим детям, вот пусть они с ними своим хавчиком и делятся. Спасибо. Вы знаете, у меня дома есть в зале большой телевизор. В спальне у меня стоит телевизор поменьше. Также в доме присутствует айпад и у меня есть айфон. А теперь, внимание, вопрос. Угадайте, по какому из этих девайсов я смотрю новости? Те, кто из вас думает, что я смотрю новости по большому телевизору, ребята, срочно начинайте писать. У вас умер великий писатель-фантаст. Те, кто думают, что я смотрю спальни по меньшему телевизору, ребята, можете писать фантастику научную. Вы как бы ближе к факту, но это все-таки еще фантастика. Те, кто думают, что айпад у вас, скорее всего, были дети, они просто выросли. Вам нужно сделать апдейт. Малюсенький экранчик на айфоне. Тоже нет? Новости дома я смотрю по радио. Спасибо. Друзья, я не оговорился. Я реально смотрю по радио. Потому что по прошествии стольких лет у меня так офигенно развелось воображение, что я смотрю новости по радио просто. Это то самое радио, которое семь лет назад я хотел выкинуть со словами, ну какой идиот в наше время дома слушает радио. Я тот идиот, который дома слушает радио. Потому что в наше время нормальные люди радио слушают только в машине. Знаете, что я слушаю в машине? Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня не приятно найдет. И так не бывает на свете. Друзья, я эту песню знаю наизусть. Вы не подпеваете, вы не знаете эту песню наизусть. Я эту песню знаю наизусть. У меня для этой песни есть даже 50 различных вариантов концовки. Вот столько раз я ее слушал. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама вискарика нам принесет. Друзья, я эту песню знаю наизусть. Также наизусть я знаю все остальные песни с диска 320 лучших хитов детства. Наизусть. Вы знаете, когда у тебя дети начинают меняться вещи, которые ты думал, они никогда не изменятся. Серьезно, у меня начали меняться имена, под которыми я записываю своих друзей в телефоне. Это обусловлено тем, какие подарки мои друзья дарят моим детям. Не-не-не-не-не, когда они дарят нормальные, адекватные, хорошие подарки, претензий нет. Но когда твой друг дарит твоим детям огромную плюшевую игрушечную корову размером с полквартиры, в этот момент его имя из Валеры в твоем телефоне превращается в Валера-скотина-корова. По такому же принципу у меня в телефоне есть Виталик с собака водостойкие маркеры, Света-коза пазл на 5000 элементов и Серега-сука-барабанная установка. Друзья, я вам открою тайну. В этом списке есть лидер. Прям чемпионище. Гармошка? Чемпион. Гармошка. Это был бы рай для меня. У нас не очень. У вас не очень, друзья. У вас разные гармошки. У меня дети сладенькие, они не растянут меха. Друзья, чемпион в моем списке, это человек. Знаете, есть такой набор, он включает в себя чайник и чашки, и краски, которыми этот чайник и чашки нужно раскрасить. Так вот, друзья мои, эти краски не смываемы. Ничем. После этого их можно мыть, ставить микроволоку, и краска остается. Знаете, как человек это записан у меня сейчас в телефоне? Я смягчу. Я смягчу. Вонючий скунс Михаил. Регулярно оказывающий интимные услуги животным. У одного из которых, судя по всему, он одолжил мозг. С которым я иногда в моей фантазии вступаю в интимные связи. Вопросы. Перевиновать? Я боюсь, что это будет таким шоком для людей. Я, честно говоря, когда мы в компании И когда звонит он, я прячусь Телефон, потому что Люди не должны знать, что я знаю такие слова Друзья, на самом деле он не виноват Я объясню почему Потому что на коробке От этого набора, сверху Нарисована Идеально чистая комната В котором сидит идеально чистый ребенок А рядом с ним стоит идеально красиво раскрашенный чайник Там не нарисована идеально ровная черная полоса В половину стены В конце которой стоит мужик с ведром и тряпкой И в грустных глазах которого отражается то Что он стоит там уже не первый час Там не нарисовано огромное красное пятно в прихожей По виду которого ты понимаешь, что здесь кому-то просто в башку стрельнули И самое главное на картинке Не нарисованы дети, которые третий час сидят в ванне Но у них по-прежнему красные руки и зеленое лицо А завтра в школе их будут фотографировать на венетку Чем чаще мои дети используют этот набор Тем длиннее становится название Михаила в моем телефоне Друзья, на самом деле не все так печально И не все так относительно в этом Есть еще такие моменты, как Ну, допустим, вы остались дома с детьми один От него звонит ваша жена Говорит, я так еду оставил Дети поели? Ты говоришь, поели? Все поели? Все поели? Все поели? Все поели? Почти все! Все, все, все поели? Жена не успокаивается, знаете? Чтобы пресечь, я говорю, значит так Все, все, все поели все, все, все Как вы думаете, что после этого говорит жена? Красавчик! Мужчина просто! Золотой отец! Хрен! Жена говорит, не может быть! Я говорю, может И спокойно, с чувством превосходства кладу трубку Объясняю почему Дело в том, что просто у меня разработана своя система кормления детей Я с ней, я ей с вами поделюсь Дело в том, что я кормлю своих детей тогда, когда они хотят есть Все очень просто, друзья У меня даже, знаете, есть такая система трех звонков, как в театре Вот ребенок шебушится под столом Ищет упавшие кусочки завтрака Первый звонок Вот ребенок с грустными глазами сидит на полу Гладит холодильник Второй звонок И, наконец, вот ребенок подходит к тебе Дергает тебя за руку и говорит Папа, я хочу кушаться Друзья, третий звонок Шоу начинается Можно начинать Вы знаете, на самом деле просто Моя жена кормит детей по-другому Она их уговаривает Она говорит Ну съешь кашку, я тебе дам конфетку Ну съешь супчик, я тебе дам шоколадку Мне дети сами несут половинку заныканого вчера Сникерса Чтобы получить нормальный арен Просто смотря на то, как моя жена кормит мои детей Я подозреваю, что ее цель Чтобы дети еле-еле протискивались в дырной проем Цель моей девочки, чтобы они не протискивались в этот проем А у меня как бы твой девочек Поэтому, когда жена вечером просит меня Милый Моя жена называет меня так иногда даже Несмотря на то, что у нас трое детей Она говорит Ты не мог бы мне помочь накормить детей ужином? На что я с какой-то говорю Не хотят, пусть не едят Она говорит Тебе просто лень Я говорю Нет Просто я считаю, что пусть уж лучше они сейчас не едят после шести Во-первых, сейчас они реально не хотят А потом будут очень сильно хотеть Во-вторых, у меня есть такое подозрение, что Потом они будут вынуждены отказываться от гораздо более вкусной еды Чем та, которую ты сейчас пытаешься накормить Друзья, ну и под концовочку я вам расскажу Как мы идем гулять Вы знаете, спецназ любой армии мира просто обзавидуется нам Открывается дверь Выбегает моя средняя дочь Нажимает на кнопку лифта Дзинь, лифт приехал Выбегает старшая дверь Открывает лифт Средняя остановится Подпирает дверь, чтобы дверь не закрылась Старшая дочь забегает в лифт Следом за ней забегаю я С коляской В коляске сидит младшая дочь Средняя дочь отпускает дверь Забегает в лифт Старшая дочь нажимает на кнопку 1 Мы поехали Я смотрю на часы 9,8 секунды, уже лучше, вы знаете, такое впечатление, что у меня не старшая, младшая и средняя, то есть такое впечатление, что у меня старший лейтенант, младший лейтенант и средний лейтенант, друзья, я понимаю, что такого звания не существует, но согласитесь, армия у меня очень необычная, но мы искренне верим, что мы завоюем этот мир, вот прямо искренне. Спасибо большое за внимание.